Педагогический Педагогические основания программы философии для детей. Или вот так можно еще зафиксировать. Педагогические основания диалогического воспитания и развития детей. Вот может быть так длинно скажу, но это будет суть отражать. Педагогические основания диалогического воспитания и развития детей. Записали? Так. Хорошо. Значит такая вещь. Представьте себе, что вы хотите освоить какое-то новое для себя дело. Да? Любое. Вот вопрос такой. С чего начнете? Вот любое дело. Хотите знать, как люди цветы выращивают или еще какой-то вопрос. Любое. С чего начнете? Как думаете? Спрашивать у тех, кто это знает. Читать литературу по этой теме. Логично? Логично. Если я хочу создать, вот считаю, что что-то у нас с воспитанием культурка хромает у нас. Да? Что-то с воспитанием детей не то творится. Я так литературу, а на самом деле это беда. Я с чего должен начать? Ну, если вы сказали уже, что я должен делать. Хочу создать программу, которая помогает детей воспитывать сегодня. С чего я должен начать? Во-первых, с наблюдения в любом случае за этими детьми, чтобы сделать определенные выводы в проблеме в данном. Прекрасный метод. Я буду наблюдать. Смотреть, наблюдать не только за детьми, а вообще я буду анализировать современное состояние общества. Так, чтобы понять, что вот с этой сферой происходит. Какие конкретно в ней проблемы возникают. Да? Великолепная идея. Еще. Вот вы сами сказали. Я должен, если я не Иван, не помнящий родства, и вообще нормальный человек, я должен назад оглянуться и посмотреть, а как это люди делали для меня. Совсем не обязательно каждый раз открывать велосипед. Мы с вами говорили о цивилизационном подходе к анализу истории. Может быть, все циклично, может быть, уже открыто все. Ты назад-то посмотри, как люди воспитывали детей раньше. Возьми оттуда все самое лучшее, применимое к нынешним условиям, опираясь на анализ актуального состояния общества. Правильно? Так? Хорошо? Понятно? Так вот мы. Что такое педагогические основания программы? Вот я назад оглядываюсь в историю педагогики и смотрю. У меня такая цель. Я ее анализирую. По крупицам собираю, по сусекам мету. А как раньше люди детей воспитывали? Понимаете? Вот же такое педагогическое основание. Я смотрю разные педагогические системы и выбираю оттуда то, что может быть применимо сейчас. Нормальный подход? Лучше, чем тот, что я сейчас возьму откуда-то, неизвестно откуда мне упадет какая-то указивка, и я начну ее реализовывать непонятно откуда. Лучше такой подход? Не спеша. Посмотри, а кто ты есть? А что делали деды твои? Лучше такой подход или хуже? Скажите мне. А? Должен я в таком деле, отчертя голову, бросаться в омут? Или я должен сначала подумать? Что для меня было? Так ведь? Конечно, вам в молодости свойственно, что все отрицать, бунтовать. Долой Пушкина с корабля современности, да? Но все-таки не думаю, что так, что это здорово. Мы уже 15 лет все долой-долой делали. К чему мы опять пришли? Да здравствует. Так вот, давайте назад оглянемся, посмотрим, как воспитывали детей раньше. И вот я хочу сказать, мы проанализировали историю педагогики разных стран, разного времени, насколько это под силу небольшому творческому коллективу. И вот мы что-то для себя поняли, что раньше в истории человечества, вообще говоря, доминировало, доминировало, самым мощным было так называемое традиционное воспитание. Раньше людей воспитывали, ну так скажем, мы это условно называем традиционное воспитание, самым мощным было. Я сейчас скажу вам, несколько, так вот феноменологически пройдусь, где традиционное воспитание было, чтобы вы поняли, где оно было. Только перед этим я вам хочу сказать, вот смотрите, я сейчас смотрю на это традиционное воспитание не с точки зрения, какую традицию оно передает, оно передает русскую православную традицию, допустим, или мусульманскую традицию, или иудейскую традицию. Я сейчас не ценности беру какие-то определенные, а я сейчас беру как психолог, я беру способы, с помощью которых, с помощью которых какие-то ценности, какие-то нормы, какие-то заветы транслировались от предков к потомкам. Понимаете, что я беру? Я беру сами методы сейчас воспитания, а не те ценности, конечно, ценности это важнее, чем методы, но я пока как психолог ориентируюсь. Вот я вам сейчас скажу, где это традиционное воспитание осуществляется, а потом перечислю вам какие-то определенные методы традиционного воспитания. Итак, где традиционное воспитание осуществляется, где? А вот, допустим, воспитание в родовой соседской общине. Я говорил вам, вот, так сказать, род, соседская община, до государственного периода в жизни человечества. Это традиционное воспитание осуществляется. Воспитание в древней спарте, допустим, спартанце, да, со щитом или на щите, это традиционное воспитание. Воспитание в Риме, эпохи его максимального расцвета и становления, это традиционное воспитание. Главным образом. Воспитание, допустим, в буддийском конфуцианском монастыре, это традиционное воспитание. Воспитание на Востоке, это традиционное воспитание. По типу своего воздействия на человека, по методам воспитания. Дальше. Воспитание в средневековой Европе, вот, в средневековье. Это традиционное воспитание. Воспитание в русской крестьянской семье, допустим, в общине крестьянской, традиционное воспитание, которое почетовало, это община, вот, не знаю, до недавнего времени в виде колхоза, совхоза. Воспитание в наших гимназиях, церковно-приходской школе в России, дореволюционной школе, это традиционное воспитание. Вам это традиционное воспитание может быть известно самим, если вы у педагогов старые закалки учились. Ваши родители точно воспитывались с помощью этой традиционной системы воспитания. То есть воспитание в советской школе тоже можно назвать традиционным воспитанием. Как это вам не покажется странным, как это может быть и не, так сказать, вызывающе звучит, но я считаю, что образование в американской сегодня массовой школе по своему типу, это тоже традиционное воспитание. Только традиции другие они проявляют, свои. А по методам это традиционное воспитание. Вот так себе хотя бы внешне какое-то представление получили, где это традиционное воспитание было. Вот они сидят, а остальное все от менталитета. А способы, какой бы ни был, у китайцев или у американцев, очень близкие способы есть воспитание, методы воздействия. Да? Вот взял там, пришел отец, авторитет, да, в крестьянской семье, а вот ложкой полез вперед батьке чьи, зачерпают мясо в чьи. Он полку сразу в банк получил, вот это традиционное воспитание. Учитель конфуцианский, попробуй там, да, ученик, ослушайся учителя. Это традиционное воспитание. И в США знают они, сейчас сами пойдут, Теперь смотри, я еще раз повторяю, что ценности очень разные, в этом вы абсолютно правы. Итак, сейчас я вам проведу несколько признаков, которые в своей совокупности характеризуют вот это традиционное воспитание. То есть попробуй сказать вам, что это такое. Вам ставлю такую задачу. Вы вот подумайте, я хвалю или ругаю. И еще вспомните школу, вот, может быть, выскажитесь тоже. Согласны вы со мной, не согласны. Хорошо? Хорошо. Итак, что такое традиционное воспитание и образование? Для традиционного воспитания и для традиционного образования Первый признак характерен. Я сначала психологическим языком буду говорить, а потом уже так более вольно. Ладно? Как говорят эти психологи, субъект объектный тип взаимодействия между учителем и учеником. Первый признак. Субъект объектный тип взаимодействия между учителем и учеником. Субъект объектный тип взаимодействия. Что здесь имею я в виду? Субъектный тип взаимодействия между учителем и учеником. Этот план представление о желаемом будущем ученика, какими качествами он должен обладать, каким он должен быть, в голове у кого. В голове у учителя. Учитель, его высокая миссия и предназначение в обществе, это передать этот образец, воспроизвести его в ученике. Здесь нет такого, как сейчас говорят, педагогика сотрудничества. Типа и тот, и другой, они равновеликие. Нет. Один знающий, один творец, у него в голове лекава такое есть, у него образец, а ученик это материал. Это предмет труда педагога. Предмет труда. Я такую метафору приведу. Представьте себе, стоит человек, токарь на токарном станке по дереву работает. Он в голове придумал, как должна выглядеть эта деталь. И он в станину вставляет заготовку. И с помощью резца он сам знает, где побольше нажать, где поменьше, где шкурочкой там ошкурить, где такую-то взять. Понимаете? То есть цель представления о том, каким ребенок должен быть в голове у учителя. Учителя старых говорят так. Я тебя приведу к общему знаменателю. Вот цель этого традиционного воспитания это привести вот всю эту массу к общему знаменателю. Продолжение следует...